Итоги 2017-го еще будут подведены и основательно проанализированы, но уже сегодня можно сказать, год оказался непростым, но плодотворным. Стабильная работа народно-хозяйственного комплекса позволила восстановить нарушенную динамику роста экономики и восполнить допущенное отставание в выполнении плана пятилетки. Брестскому региону удалось выполнить практически все показатели эффективности – пять из шести доведенных. Достойно выглядит Брещено на фоне других областей страны по большинству важнейших индикаторов развития регион в числе лидеров. Объем валового регионального продукта в области по итогам января-ноября текущего года составил 9,5 млрд рублей или 103,4% к соответствующему периоду 2016 года. При годовом задании – 102,2%. По итогам года планируем удержать этот показатель на достигнутом уровне. Темп роста производительности труда по валовой добавленной стоимости составляет 105,1%. Экономикой области за 10 месяцев получено 870 млн рублей чистой прибыли. По итогам года планируем приблизиться к 1 млрд рублей. Рентабельность продаж увеличилась на 0,9% с 7,1% до 8%. Этот показатель сохранится и в целом до конца года. В самый низкий за последние 4 года зафиксирован удельный вес убыточных предприятий. Однако, по словам председателя обл. исполкома Анатолия Лиса, количество все равно остается достаточно большим. Именно поэтому финансовое оздоровление субъектов хозяйства, не оказавшихся в сложном положении, останется приоритетной задачей для органов управления. В целом, промышленный комплекс региона продемонстрировал существенную динамику развития. Рост производства достигнут практически во всех отраслях промышленности. Причем, в текущем году, в отличие от предыдущих лет, лидерами стала не только пищевая перерабатывающая промышленность, но и другие отрасли. Прежде всего, машиностроение, где общий рост составил 110,8%, химическое производство 114,3%, деревообработка 116,5%, стройиндустрия 107,5%, хотя это обеспечено прежде всего за счет отдельных предприятий стройиндустрии, это березо-стройматериалы и фест-кварт. Прочая промышленность 111,11%, в том числе мебельное производство 107%, производство игрушек, это Кобринское полесье 115%, а также 558-й авиационно-ремонтный завод Барановича 114%. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го неполная занятость в промышленном комплексе сократилась вдвое. Однако полностью проблема не решена. Внимание требует и выпуск инновационной продукции. Пока Брещено в этой сфере в числе отстающих. Неплохих результатов, несмотря на все сложности, удалось добиться в аграрной отрасли. Постепенно выходит из затяжного пике отрасль строительная. В текущем году наш строительный комплекс по ряду показателей также удерживает передовые позиции в республике. Задание по строительству жилья в области выполняется на 108%, в том числе для нуждающихся на 149%. Ввод общей площади жилых помещений составляет 586 при задании 542 тысячи квадратных метров. Жилищные условия улучшили 508 многодетных семей. В рамках ФНОВ принятого указа президента номер 240 на улучшение жилищных условий направлено еще 1053 на одетные семьи. Брестская область безусловно лидер республики по реализации данного указа. Недостаток работы строительные организации стараются компенсировать работой за рубежом. Экспорт услуг вырос на 15%. К слову, хорошо обстоят дела и с экспортом товаров. Темп роста 125% при задании 105. Открыто 16 новых рынков сбыта. В полтора раза больше продукции уехало в страны так называемой «дальние дуги» – Азию, Африку, Австралию и Океанию. Почти в два раза в Китай. На заданный темп планируется сохранить в 2018-м. Впрочем, высокую планку придется взять и представителям остальных сфер и отраслей. Проект прогноза социально-экономического развития включает в себя показатели – напряженные, но выполнимые. Накануне сегодняшней сессии также была проведена защита областного плана развития на 2018 год с участием министра экономики, первого заместителя министра труда и социальной защиты, в ходе которой в целом были одобрены наши подходы по формированию основных показателей развития области на будущий год. Проектом постановления определены пять таких показателей. Темп роста валового оригинального продукта – 103,6% к уровню 2017 года. Производительность труда по валовому оригинальному продукту – 103,5%. Экспорт товаров – 105,4%. Экспорт услуг – 105%. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе – 60 миллионов долларов. Также в ходе заседания был представлен и утвержден областной бюджет. Объем доходов – более 2 миллиардов рублей. В соответствии с законодательством бюджет сформирован с дефицитом в объеме 2,4 миллиона рублей. Наличие дефицита вызвано использованием остатков средств бюджета Бреста на финансирование расходов по подготовке к тысячелетию города.